Включаю запись. Хорошо. Значит, это будет последняя лекция про алгоритмы. В следующей лекции Лев Дмитриевич начнет рассказывать про теорему Гёделя о неполноте. И он будет использовать понятие разрешимости и неразрешимости. Значит, сегодня я хочу поговорить все-таки более подробно, определить, что такое универсальная машина Тьюринга. Потому что на прошлых лекциях я подробно про нее не говорил, только как-то так, сославшись на тезис Черча Тьюринга и существование компиляторов, интерпретаторов языкового программирования, объяснил. Ну, как-то, значит, аргументировалось, что оно должно быть. Вот сегодня я попробую рассказать чуть более подробно, как она устроена. Потому что на сценариях уже была машина Тьюринга. И я думаю, что вы вполне сможете понять гораздо лучше, чем если бы я это рассказал в тот момент. Расскажу, почему универсальная машина Тьюринга задает главную вычислимую универсальную функцию. Поговорим немножко про им сводимости и им полноту. И если успею, я расскажу про теорему Клини, о неподвижной точке. И, значит, если совсем быстро пойду, то про арифметику Пиана расскажу. Это будет таким предисловием к теореме Гёдля о неполноте. Ну, что, приступим. Значит, давайте быстренько вспомним, что такое машина Тьюринга. Значит, вот машина Тьюринга – это такой набор множеств и элементов из этих множеств. Значит, Q, σ и P. А Q, σ и P – конечное множество, поэтому мы их можем вот так вот перенумеровать. Перенумеровать. Значит, обратим внимание, что здесь у нас S умножить на R плюс 1, потому что P – это всего-навсего функция из Q без Q0 умноженная на σ в куда-то. Неважно, куда. Значит, количество команд равно количеству элементов вот в этом Декартовом произведении. Соответственно, вот, соответственно, поэтому тут количество элементов. Да, тут, наверное, должно быть минус 1. Тут, по-моему, поскольку мы начинаем с нуля, то здесь должно быть минус 1. Ну, это не принципиально. Значит, главное, что их некоторое конечное число. Вот, значит, соответственно, а 0 – это вот такой специальный сунговый пробел. Теперь, значит, алфавит программ универсальный машин тюнинг будет вот такой. Значит, это будет P, которым будет, ну, то есть вот эти вот команды, да, чтобы записать, мы будем использовать, чтобы команды записать в виде слов в некотором алфавите, мы будем использовать вот этот вот алфавит, там будет стрелочка, соответственно, символы L, N, E, R, Q, A и единичка. Значит, единичка нам нужна, чтобы вот эти вот неограниченный набор круглогов Q и твоих и аит их кодировать. И кодировать мы будем вот таким вот образом. Значит, Q и то мы будем кодировать как Q, а дальше и единичек. А J и то мы будем кодировать как A, а потом J единичек. Соответственно, определим такую функцию code x, значит, которое любое слово в алфавите фигма будет, значит, кодировать вот таким вот образом. Значит, ну, если угодно, мы можем вот считать, что вот это code заданный на элементах, да, значит, а code от A, значит, эти с верхними индексами, да, потому что это будут некоторые элементы, это будет code от A0, да, композиция с code от A1, композиция, в смысле, композиция, а композиция, а композиция, да, композиция code от A с верхним индексом N, вот, то есть мы просто, значит, кондинируем, например, да, значит, code от A2, A0, A1 будет иметь вот такой вид. Хорошо, значит, таким образом мы можем закодировать любое слово в алфавите сигма. Теперь, как мы будем кодировать команды? Вот у нас есть, допустим, такая команда, тогда кодом этой команды будет вот такое слово уже, значит, в алфавите P, да, действительно, значит, P у нас такой вот алфавит, и там, и вот это слово действительно в этом алфавите. Соответственно, для команды P, code P, это будет вот такое слово. Ну, это можно аккуратно, строго определять, но это будет как бы долго и муторно, вот, но мне кажется, что идея понятна, и если как бы дать время, то можно легко строгое определение записать. Хорошо, теперь вот у нас есть машина тюринга, значит, машина тюринга, это набор команд, фактически, да, потому что по набору команд можно восстановить алфавит, да, потому что это, потому что в наборе команд всегда должны фигурируют все возможные символы, правильно, поэтому если у нас есть набор команд, то по набору команд сигму можно восстановить, и q тоже можно восстановить, потому что все состояния тоже должны фигурировать в списке команд, Поэтому машина Тьюринга однозначно задается просто списком команд, своим списком команд, и его мы вот так вот определяем просто конкретинацией команд. Да, давайте убедимся, что нам не нужно никаких специальных разделителей вставлять. Действительно, если команды имеют такой вид, то как только мы видим один из символов L, N и R, мы знаем, что предыдущая команда заканчивается и новая начинается. То есть никакой двусмысленности у нас не возникло. Отлично. Значит, тогда по команде мы можем определить такой вот код этой машины. В смысле, по программе для машины Тьюринга мы можем, значит, таким образом задать код этой машины. Да, значит, здесь опять же минус один должен быть. Да, значит, вот. И это, соответственно, естественно, отображение инъективно. Потому что в частном деле это строго определено, да, и для разных функций у нас будут разные коды. В частности, ну да, это вот то, что я сказал. По коду, да, то есть по командам можно двумячно установить алфавит и множество состояний. Хорошо. Множество кодов всевозможных машин Тьюринга, да, есть разрешимое под множество P со звездочкой, да. Ну, то есть как бы команды, то есть для любой машины M, да, код M это элемент этого множества, да, это некоторое слово в алфавите P. Вот. И при этом это разрешимое слово, ну, почему разрешимое, да, давайте попробуем понять. Давайте попробуем понять, почему разрешимое. Чтобы понять, ну, вот нам на вход приходит некоторое слово в алфавите P со звездочкой. Ну, нам надо проверить, что набор команд, которые кодируют, действительно задают некоторую машину Тьюринга, да. Там какие критерии, да, что ку-0 попадает только справа и минкел попадается слева, да, значит, что там все состояния есть и все, значит, все возможные комбинации состояния символом и алфавита тоже в левой части присутствуют. Этого достаточно, чтобы быть уверенным, что это какая-то машина Тьюринга. Она может быть какой-то совсем глупой, дурацкой и зацикливаться или делать что-то непонятное, но, как бы, это будет корректная машина Тьюринга, вот. А если этого нет, да, то это будет некорректная машина Тьюринга, и все это можно, в принципе, проверить. Ну, это довольно сложно, там много деталей, но, значит, в принципе, я думаю, что если посидеть там несколько дней, то можно такую машину Тьюринга написать. Это более-менее понятно. Значит, теперь вы помните, да, что мы, значит, отдельно говорили, что если у нас, мы теперь выбираем некоторый алфавит подноженства алфавита сигма, такого, что туда пробел не входит, и, значит, зафиксировав вот эту дельту, мы можем говорить о том, что какая-то машина Тьюринга вычисляет некоторую функцию из дельта-созвездочка в дельта-созвездочка. Да, но вот давайте будем говорить, что машина Тьюринга чисто вычисляет функцию некоторую, да, если вот такая ситуация, если у нас для любого х, на котором функция х определена, да, значит, машина Тьюринга начинает работу в состоянии таком, когда у нас головка указывает на пробел, и справа от пробела записано слово х. и заканчивает, да, значит, заканчивает работу, когда у нас тоже головка стоит со стороны Q0 слева от слова, которое равно f от х, да, вот строго, вот чисто вычисляет, это когда вот строго, значит, начинает слово х из слева головка и заканчивает слово f от х из слева головка, вот. Ну, а если x, если f от х не определён, то машина не останавливается, в принципе, неважно, что стоит на ленте. Вот, теперь, как бы, мы будем говорить, что машина Тьюринга вычисляет или как бы не чисто вычисляет, да, функцию, если такая ситуация, если мы начинаем, опять же, вот в конфигурации Q1 пробел x, да, вот, и машина не останавливается, если x, если f на x не определено, а если определено, то тогда просто, значит, на ленте написано слово f от х, да, где-то, вот. А слева и справа что-то написано, но точно не символы из дельта, не из дельта и здесь не из дельта. Вот, и головка где-то внутри, ну, где-то внутри или непосредственно перед f от х. То есть, как бы, мы условия вычислимости немножко ослабили, да, значит, нам важно, что там вот это слово f от х где-то написано, головка стоит внутри или непосредственно слева от этого слова, но могут быть какие-то лишние символы. Вот, значит, да, теперь, значит, мы будем говорить, ну, да, значит, m дельта от х есть результат работы машины тюринга на слове x. Сейчас, опять же, важно понимать, в каком, сейчас, секунду, да, значит, ну, давайте, ну, да, значит, мы будем считать, что это в том смысле, что вычисляет не чисто, да, хотя сейчас мы покажем, что это, в общем, все равно, чисто или не чисто вычисляет одно к другому сводится. Значит, соответственно, ну, это мы, в принципе, уже использовали, да, то есть машина тюринга задает некоторую частичную функцию из дельта со звездочкой в дельта со звездочкой. Соответственно, да, значит, вот теперь важно, что для, вот, зачем мы вводили понятия чистые и нечистые вычисления? Дело в том, что, в принципе, мы можем, если мы считаем, что, если мы допускаем такое нечистое вычисление, то тогда любая функция, любая машина тюринга вычисляет какую-то, какую-то функцию дельта, да, для любого дельта под множество сигма, м дельта, значит, любая машина тюринга задает какую-то функцию в смысле вот такого нечистого вычисления. Ну, потому что мы, как бы, на всех словах запускаем машину, да, значит, она что-то делает, и потом мы просто, ну, как бы, если она не закончила работу, то функция не определена, а если она закончила работу, то тогда мы просто смотрим, как бы, на то слово, ну, на котором закончилась, ну, на котором стоит головка, да, и просто смотрим, ну, там что-то же написано, мы считаем, что вот кусок, вот этот кусок, который принадлежит, ну, является словом из дельта, на котором стоит головка, и является результатом усилительной функции, да, там же всегда, если можно закончить слово, там всегда что-то написано, да, Если там вообще нет символов из дельта, то тогда результат пустое слово, если там какое-то слово из дельта написано, то это вот слово и будет результат. Теперь, если у нас есть какая-то машина тюринга, которая вычисляет некоторую функцию из дельта, то можно указать машину тюринга, которая будет вычислять ту же функцию, но чисто. Это более-менее, ну, как это сделать? Мы берем машину M и делаем, ну, вот ее запускаем, а дальше добавляем, да, значит, чтобы она, да, модернизируем ее так, чтобы она не печатала пробел, а вместо пробела печатала, ну, как какой-то другой новый символ, да, вводим новый символ. И, значит, заставляем, переделываем ее так, чтобы она вместо пробела какой-то печатала, значит, двойник пробела. Вот, а потом добавляем такие инструкции, которые по завершении работы слово, значит, удаляет весь мусор. Зачем мы добавляли вот этот двойник пробела? Потому что если, как бы, если не добавлять двойник пробела, то эти пробелы, которые напечатала сама машина, они смешаются с теми пробелами, которые уже были, да, ну, их же бесконечно много пробелов. И мы тогда не смогли бы гарантированно удалить весь мусор, да, потому что вот мы идем, там вот встретили пробел, а вдруг этот пробел, а дальше там машина поработала и, как бы, эти пробелы оставил и там еще что-то написал, да. А если машина, в принципе, пробелы не печатает, а печатает что-то другое, а настоящие пробелы – это как раз те клетки, до которых машина, как бы, в процессе работы вообще не дошла, да, то мы сможем написать такие инструкции, которые удаляют, ну, вообще все лишние символы, да, включая вот эти вот, как бы, псевдопробелы, да, двойники пробелов, доходя до настоящих пробелов вправо и доходя до настоящих пробелов влево, да, и удаляет, оставляя только вот это слово и ставя головку слева от этого слова так, чтобы удовлетворять условию чистой вычислимости. То есть алгоритм такой, у нас, значит, берем предвольную машину тюнинга, она что-то вычисляет, и всегда ее можно немножко, как бы, подредактировать так, чтобы она вычисляла ту же функцию, но уже чисто. Да, я согласен, но давайте считать тогда так, что, давайте так считать, что вот у нас, вот у нас, вот у нас есть лента, значит, тут написано какое-то слово из дельты со звездочкой, и дальше есть какие-то символы не из дельты, да, не из дельты, потом опять какое-то слово из дельты со звездочкой, да, и дальше опять, например, не из дельты. И головка стоит, например, здесь. Тогда мы считаем, что вот это все мусор, даже если это из дельты, все равно это мусор. Мы считаем только то слово, которое, как бы, вычислила данная функция, это только то слово, на котором, как бы, мы стоим, и которое ограничено хотя бы одним символом не из дельты. То есть достаточно одного символа не из дельты, которым он ограничен. Если дальше, слева и справа, будут какие-то символы из дельты, стоящие после символа не из дельты, то мы считаем это мусор и тоже их удаляемся. Да, понятно? Хорошо. В принципе, здесь определение как раз, вот, справа стоят символы, имеется в виду, как бы, один символ справа, не из дельты, и один символ слева, не из дельты. А что, как бы, дальше уже не важно. Вот. Понятно? Да. Хорошо, значит, теперь, как работа универсальная машина Тюринга. Универсальная машина Тюринга у символа дельта, значит, у него будет рабочий алфавит вот такой, ПИС, Дельта и со знаком доллара. Для любой машины Тюринга и слова X, значит, универсальная машина Тюринга будет чисто вычислять результат работы машины M на входе X. То есть, то есть будет вычислять вот такую функцию, значит, на вход ей приходит код машины М, знак доллара и дальше слово X, а на выходе будет результат машины Тюринга M. Да, ну, собственно, вот, начальная конфигурация будет вот такая, а конечная будет такая, иначе, значит, наша универсальная машина Тюринга будет зацикливаться. Почему такая машина Тюринга будет существовать? Значит, что она должна делать? Давайте поймем. Значит, она должна читать входное слово вплоть до первого пробела, да, потом проверять, что оно имеет вид вот такой. Ну, мы вроде разобрались, что определить, является ли код, ну, является ли слово кодом некоторой машины Тюринга, что это вычислимая функция, мы это обсуждали, поэтому мы это можем сделать. Если, ну, если какая-то билиберда, которая не является кодом, то мы просто зацикливаемся, да, если это действительно код, то тогда мы эмулируем работу машины Тюринга, используя вот ту часть ленты, которая находится справа, однако доллара. Ну, это вот, как бы, это делается вот так, как я объяснял, да, то есть на, на, как бы, бесконечной в одну сторону ленте можно смоделировать работу машины Тюринга на ленте, которая бесконечной в обе стороны, да, вот ровно это здесь и происходит. То есть тут у нас хранится код, да, а здесь происходит работа, тут в начале X, а потом начинается некоторая работа. Вот, значит, да, ну, как, да, как, ну, как это делать? Ну, то есть мы должны где-то хранить, где-то хранить текущее состояние, машину Тюринга, да, значит, где-то хранить текущее состояние, вот, смотреть, как бы, ну, что-то сделать, потом посмотреть, значит, в каком состоянии мы находимся. Бежать в ход, да, и смотреть в этом состоянии и видя этот символ, что мы должны делать, да, значит, и бежать, значит, делать то, что нам нужно делать. В общем, и вот так вот бегать туда-сюда, значит, моделируя работу машины Тюринга. Ну, то есть более-менее понятно, как это сделать, добавив новые символы, да, потому что, ну, можем там добавить новые символы, да, и каждый символ будет соответствовать какому-то состоянию, да. Но потом эти символы можно перекодировать в алфавите только пи, используя. Ну, в общем, ну, тут, в общем, многое, что можно конкретизировать, многое, о чем можно говорить, но надеюсь, что я вас до некоторой степени убедил, что это можно сделать. Вот, ну, а дальше, если у нас машина Тюринга все-таки завершает, работает, попадает в состояние ку-0, мы в результате, да, получаем некоторое слово, которое у нас в UFATP, да, ну, то есть у нас же машина Тюринга работает в UFATP, да, университета машины Тюринга, то есть там, как бы, закодированы, закодированы слова из дельта, да, алфавита, и мы их раскодируем и записываем код обратно в UFATP и выходим из машины Тюринга, и так она у нас будет работать. Вот, вопросы? Не знаю, я вас убедил, что можно написать в углу универсальный машин Тюринга. Что-что? Да. 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 Хорошо, значит, теперь, почему вот эта универсальная машина Тюринга задает главную универсальную вычисленную функцию? Ну, давайте вспомним, что, значит, главное, да, значит, F, N, X, главная универсальная вычисленная функция, да. Если для любой функции G из N в N, да, да, ну, в, значит, в классе частично учисленной функции из N в N, да, значит, значит, если для любой функции G, тоже, значит, с двумя аргументами существует S функция из N в N, тотальная вычислимая, такая, что, значит, F от S, N, X равен, условно, G от N, X для всех N и всех X, да. Вот это главность, значит, условие главности. Хорошо, значит, почему, почему это, почему универсальная машина Тюринга главная? Ну, вот давайте, как бы, будем считать, что натуральные числа у нас кодируются унарным образом, то есть рабочий алфавит у нас состоит только из единиц, значит, есть некоторая машина Тюринга, которая вычисляет функцию G, E, X, то есть это что означает? Это означает, что на вход ей дается, значит, E единиц, потом знак доллара, потом X единиц, и на выходе мы получаем, соответственно, G от E от X, да, ну, тоже, значит, количество единиц. Вот, да. Вот, можно понимать так, что вместо вот этой пары, да, мы можем кодировать пару натуральных чисел одним натуральным числом и для этого использовать вот эту вот вычислимую объекцию, да, которая по натуральному числу, как бы, да, ну, то есть по паре натуральных чисел дает некоторое число, которое однозначно кодирует пару. Вот, давайте мы сопоставим машину Тюринга M машину M, то есть как бы нам на вход, ну, то есть вот, если нам на вход дали машину Тюринга M и номер N, то мы, значит, делаем так. Мы, значит, по ней, то есть, значит, нам на вход дали M и N, да, на выходе мы должны получить машину Тюринга, ну, точнее, ее код, да, который вычисляет вот такую, ну, которую мы обозначим вот так, который будет делать следующее. Она ей на вход, ей на вход приходит, значит, вот это M, N будет работать так. Так, на входе, на входе X, да, она вычисляет CNX, да, CNX, да, CNX, ну, N фиксировано, да, значит, она нам дана, значит, она вычисляет, как бы, CNX, а потом запускает машину M, ну, вот эту машину, да, который тоже нам дана, да, и таким образом у нас получится, и вот это вот, и, и код машины, который делает вот это, да, код машины, который делает вот это, да, код вот этой машины, да, мы обозначим, как код M, N, да, то есть, вот это код M, N, это код машины, то есть мы на вход, ну, как бы, да, ну, то есть, как бы нам надо объяснить, почему вот это преобразование, когда нам на вход приходит N, а на выходе мы выдаем код машины, который вот так делает, да, она сначала вычисляет пару N, X, а потом запускает машину M на этой паре. Вот, эта функция является оттально вычисленной функцией. Она для любого N будет заканчивать работу и что-то делать. Понятно? Ну, потому что, ну, смотрите, код машины M, он, как бы, может быть, вшит в нашу программу. Да, ну, вот, ну, ну, давай так, значит, как бы для любого фиксированного слова, да, ну, в нашем рабочем алфавите мы можем написать машину Тюринга, которая будет печатать на ленте это слово. Правильно? Вот, то есть существует машина Тюринга, которая просто печатает код машины M. Ну, вот у нас, как бы, есть некоторая машина M, она нам дана, как бы, слышит, да. Значит, мы можем написать машину Тюринга, которая просто на ленте печатает код машины M. Да, ну, по машине Тюринга можно посчитать ее код. Мы сами можем посчитать ее код и сами написать машину Тюринга, которая будет этот код просто печатать на ленте. Правильно? Теперь, к этой машине, которая печатает код на ленте, мы добавляем машину, которая, прежде чем печатать этот код, смотрит, что было написано на ленте. На ленте было написано, ну, вот, как бы, N единиц, да. Она, как бы, эта машина берет, как бы, печатает код правее, да, ну, где-то там в стороне от этих единиц, а потом справа от этого кода дописывает, значит, знак доллара и приписывает туда, значит, N. Сейчас, подождите, а мы должны написать машину, мы должны... Нет, подождите, значит, нам нужно написать код для такой машины Тюринга, который, значит, который на вход получает X, к нему приписывает N, потом к нему приписывает код M, да, и запускает универсальную машину Тюринга. Вот так, то есть, как бы, так, давайте я... О, тут, к сожалению... Да, тут, то есть, наша... Так, а здесь я не смогу писать, да? Ну, давайте я... То есть, что должна делать наша машина, как бы, код, который нам нужно получить, да, значит, вот она на вход у нее получает... Ну, вот, ей приходит вот такое состояние, она из него должна получить такое состояние Q0 решетка, потом код M, да, потом решетка, потом C от NX, да, и потом запустить, запустить, запустить универсальную машину Тюринга. Да, но это как должна действовать машина Тюринга, код, который нам нужно получить. И вот код вот этой машины Тюринга, да, мы хотим по N построить код машины Тюринга, который вот это делает. То есть, теперь функция, которая по N выдает MN, да, она вычислима. Да, это просто, как бы, количество этих самых енчиков. Вот, зачем нужна такая машина, возвращаемся к этим, к нашим коллекциям. Ну, не знаю, я вас убедил, что вот такая функция вычислила. Ну, предположим, что я вас убедил, да, давайте, значит, сделаем такое. Вот, теперь, если у нас есть такая функция, вот эта функция и будет, значит, почти вот этой функции S. Значит, теперь возьмем произвольную какую-то вычислимую тотальную объекцию из интернет-сиси в множество слов в алхавите P. Тогда, значит, так, чтобы обратный объекция тоже была вычислимой. Ну, там, как-нибудь их упорядочить по, там, росту длины слов, например, да. Значит, теперь вот, значит, вот машина Тюринга M, да, если на вход дать пару E и X, будет равна вот такой штуке, правильно? Значит, а это, в свою очередь, будет равно работе универсальной машины Тюринга M. Вот, значит, ну, просто, ну, вот это вот FI нужно для того, чтобы определить универсальную учрежденную функцию, значит, которая вот так определяется, да. То есть это универсальная машина Тюринга, которую на вход дали вот некоторое слово в алфавите P со звездочкой с номером I при некоторой нумерации. И дальше некоторое, значит, N из длинчика. Так, сколько у нас осталось времени? Вот, что-то как-то мало времени осталось. Вот, хорошо, значит, и отсюда у нас получается, что, да, и вот это, так, а S, это у нас вот такая штука. Значит, получается G, E, X, которая у нас, вот, M вычисляет как раз G, E, X. Да, значит, G, E, X равно, получается, F, S, E, где S, E равно вот этой штуке от X. То есть действительно S будет как бы натуральным номером кода вот этой вот машины Тюринга M. Ну, хорошо, давайте тогда пойдем дальше, можете потом пересмотреть. Давайте вспомним, что такое M сводимость. Значит, ну вот M сводимость – это когда мы можем разрешимость или перечислимость множества A свести к разрешимости или перечислимости множества B. Да, значит, для этого мы говорим, что A, M сводится к B, если существует тотальная вычислимая функция F, которая обладает вот таким свойством, что X принадлежит A только тогда, когда F от X принадлежит B. Какие свойства, значит, ну, я в прошлый раз про это говорил, поэтому я быстренько просто перечислил, значит, что вот это отношение рефлексивно-транзитивно, значит, положительные свойства переводятся справа налево. То есть, если B, например, разрешимо, то A разрешимо, если B перечислил, то A перечислил, а отрицательные, наоборот, слева направо транслируются. Да, если A было неразрешимо, то и B оказывается неразрешимо. Если A было неперечислимо, то и B оказывается неперечислимо. Вот это свойство мы тоже в прошлый раз говорили, что если a, m сводится к b, то дополнение a, m сводится к дополнению b. Если a разрешимо, а b просто нетривиально, не пустый, и на все n, то a, получается, сводится к этому b. В прошлый раз я вроде бы про все это успел рассказать. Как это можно использовать? Допустим, у нас есть главная универсальная усиленная функция, и давайте определим a, как множество номеров в этой главной нумерации, множество таких e, что функция с номером e в этой главной нумерации создает функцию, которая равна нулю, если у нас на входе 0. Что можно сказать про это множество? Ну, в том смысле, что там оно разрешимо, перечислимо, там дополнение перечислимо и так далее. Давайте вспомним теорему Успенского-Райса. Что нам говорит? Теорема Успенского-Райса говорит, что если у нас есть какое-то свойство функций, и мы берем множество номеров в некоторой главной нумерации функции с этим свойством, то это множество, что сразу неразрешимо. При слове, что это свойство нетривиальное. Вот это свойство нетривиальное действительно, потому что есть функции, которые ему удовлетворяют, Значит, по теореме Райса-Успенского, а не разрешила. Хорошо, а теперь мы хотим попробовать понять, перечислимо оно или не перечислимо. Давайте попробуем, значит, будет ли это множество перечислимо. Ну, что нам, значит, на вход нам пришла функция, номер некоторой функции. Мы можем запустить f от 0 и подождать. Если он закончит работу и выдаст не 0, то мы, значит, специально зациклимся. А если он закончит работу и выдаст 0, то мы тоже закончим работу и выдадим единичку. А если он не закончит работу, ну, значит, f от 0 не определено и тоже, соответственно, е не принадлежит. То есть, таким образом, как я объяснил, мы вычислили, значит, частичную фрустическую функцию a. А значит, значит, a перечислимо, правильно? Не очень хороший пример. Да, ну, допустим, мы теперь, да, а m сводимость мы здесь так и не воспользовались. Давайте, значит, вот так сделаем. Так, это тоже не очень хорошо, да? Так. Да, давайте сейчас. Я в прошлый раз рассказывал про такое множество, что a такое, что f от e 0 тотально, да? a тотально и можно доказать, что, сейчас, подождите, нет, не e от f 0, да, а просто e, f, e тотально, да? И можно доказать, что a тогда, что a неразрешима потерями Успенского райиса, да? А оказывается неперечислимо, да, вот мы хотим доказать, что a неперечислимо. Ну, это в прошлый раз было же, правильно? Хорошо, значит. Да, ну, тогда я не буду повторяться. В прошлый раз я объяснял, как мы это можем доказать. Хорошо, значит. Ладно, тогда у нас мало времени, я тогда больше примеров не буду приводить. Давайте вот, что заметим, что оказывается, ну, давайте введем такое определение, значит, множество a называется m полным в классе перечислимых множеств. Ну, иногда вот это вот в классе перечислимых множеств опускают, говорят просто m полным. Если для любого перечислимого множества b, значит, a сводится к этому b. То есть в некотором смысле a такое максимальное в смысле вот этого порядка в классе перечислимых множеств. Вот, оказывается, такие вот максимальные перечислимые множества существуют. И на самом деле, если у нас есть, значит, главная универсальная численная функция, то вот такое множество k, это все такие, сейчас как-то неправильно написано, значит, какая-то глупость написана. Значит, все такие e, что f, e, e определено, да, вот такой k, значит, который состоит из всех таких e, что f, e, e определено. Да, это то самое k, которое мы доказывали, что оно перечислимое, но неразрешимо. Вот это k оказывается как раз m полным. Ну, как мы это можем доказать? Значит, вот пусть у нас дано некоторое перечислимое множество a. Давайте рассмотрим функцию g, n, x, которая вот так вот устроена, что она не определена, если n лежит в a и равна x, если n не принадлежит в a. Тут, значит, тут только не x, давайте а единицу возьмем, это будет несколько проще. Значит, g, n от x равно единице, если n не принадлежит в a. Сейчас, мне кажется, что тут что-то не так. А чтобы потом применить главность, значит, по условию главности f найдется такая функция f, которая обладает вот таким свойством, что g, n, x условно равен f, n, f от f маленькая, от n от x. Причем f тотально, да, и вычислимое. Тотально и вычислимое. Вот, теперь, значит, вот у нас что, значит, у нас есть g, которая вот так определена, есть f, для которой верно вот это равенство. Что нам это дает? Значит, предположим, что x лежит в a. Тогда что? Тогда у нас будет, если x принадлежит a, то тогда, сейчас, если n принадлежит a, вот так, да, значит, если n принадлежит a, то тогда получится, что для любого x, да, g, n, x не определена, правильно? Тогда, значит, f с индексом f, n задает, ну, является нигде неопределенной функцией, да? То есть, f маленькая, n задает номер нигде неопределенной функции. Вот, а k, да, ну, давайте вспомним, k это у нас все такие e, что f от e, e определено. Вот, но тогда это означает, что f от n не лежит в k, правильно? Да? Вот, а нам надо наоборот. Да, извините, тут, значит, закралась ошибка. Значит, здесь надо поставить не, а здесь вот так принадлежит. То есть, если, то есть, g от n, x не определено, если n не лежит в a, и единицы, если n, да, вот это, конечно, более, конечно, да, значит, это я глупость написал, да, вот, вот это, конечно, правильно. Вот, вот такая должна быть конструкция, да, тогда, тогда наоборот, да, значит, если так, то тогда наоборот. Так, что-то тут у нас пошло не так. А, нет, просто тормозит. Значит, тогда для любого же от n, x это будет равно единице. Значит, значит, наоборот, да, значит, f с индексом fn сюда определена. А, значит, f, а значит, f, а значит, fn принадлежит k. Все, отлично. Да, сейчас вот этот можно удалить и вот так написать, да. Все, супер. Теперь, значит, наоборот, если n не принадлежит a, да, тогда для любого x, g от n, x не определена, да, тогда fn, x нигде не определена функцией. И тогда получается, что f от n не лежит в k. Вот. Все, отлично. Значит, мы доказали действительно, что... Мы доказали вот это вот условие, что... Значит, вот это вот условие, что x принадлежит a, тогда и только тогда, когда f от x принадлежит k. Все, значит, действительно, a, m сводится в k. Единственное, что я забыл сказать, что эта функция вычислима. Вычислима, ну, потому что она фактически равна... То есть мы просто игнорируем второй аргумент, и тогда по первому аргументу это будет просто частично христическая функция множества a, которая вычислима, потому что а перечислима. Вот. То есть чтобы вычислить g от x, мы просто стираем x и запускаем машинный тюрьминг, который вычисляет полуэкратическую функцию. Все. Так, ну, у нас осталось 10 минут, да? Хорошо, тогда, наверное, без доказательства я просто симулирую теорему Клини. Вот, значит, теорема Клини. Клини доказал такую теорему очень занимательную, да? Значит, что пусть у нас есть главные универсальные учислимые функции на классе частично учислимых функций. Из n в n, и h – это некоторые всюду определенные, то есть тотальные учислимые функции от одного аргумента. Тогда вообще для любой такой функции существует число n. Не знаю, почему здесь n. Значит, существует число n такое, что, значит, функция с номером n, тут нужно вот такое, делает все то же самое, значит, условное равенство, делает все то же самое, что функция с номером h. То есть какую бы мы ни взяли тотальную учислимую функцию, найдется такое число n, что n и h от n задают номера одной и той же функции. Ну, то есть, которая, как бы, в смысле частично функции просто совпадает. Вот. Ну, значит, доказывать я уже не успею. Доказывать я уже не успею. Доказательства, ну, тогда доказательства можете прочитать в Верещаге и Нишине. Вот. А, значит, а какое интересное следствие, значит, из этого, из этой теоремы к линии можно сделать? Ну, следствие такое, что существует, ну, то есть, если f у нас главная универсальная учрежденная функция, главная универсальная учрежденная функция, для любой главной универсальной учрежденной функции, да, найдется такое n, что f от n x равен n для любого х. Как использовать теоремы к линии, это доказательство. Значит, пусть у нас есть, да, значит, определим же от n x таким образом, что это будет просто n. Ну, такая функция очевидно вычислимая, правильно? Тогда по главности существует s, тотально вычислимая, да, такая, что, такая, что, fsn от x, да, равен g от n x, там для любого х, правильно? Теперь, она тотально вычислимая, значит, к ней можно применить теорему к линии, да, по теореме к линии существует, давайте, k, да, такое, что, f от fk x, да, равен f от k x, да, для любого х. Значит, она делает то же самое. Но тогда что у нас получается? Значит, f от k x равен f от s от k от x равен g от k x равен k. То есть, k, значит, k задает такую машину, ну, такую, как бы, функцию, да, такую программу, которая на любом входе печатает свой собственный номер. На любом входе печатает свой собственный номер. И это, как бы, будет верно для любой главной универсальной научной функции. В частности, например, любой запрограммирование, который полный по Тюрингу, да, он задает, в общем-то, в сущности, главную нумерацию некоторую, где номерами являются программы, собственно. Получается, что на любом языке программирования можно написать программу, которая печатает сама себя. Которая печатает сама себя. Ну, вот, ну, и действительно, как бы, есть такой даже некий, значит, спорт. Сайт, в общем, на каждом языке программирования есть, если, значит, погуглить, можно найти программу, которая печатает себя. Ну, вот, если мы возьмем книжку «Верещагин и Шинь». Так, давайте я... Вот, значит, тут, например, ну, это на Паскале, значит, написанная программа, которая печатает сама семья. Вот, можете потом посмотреть. Вот, но можно там всячески, как бы, усложнять этот. Можно, например, найти такие номера N и M, что F от M X равен M, да, значит, на любом X. Вот, например, с помощью теоремы Клини можно доказать, что существуют такие номера N и M, которые так делают. Вот, вот, вот это тоже можно сделать, пускай это будут упражнениями. Хорошо. Хорошо, значит, у нас еще осталось 3 минуты. Ну, я, наверное, уже не буду начинать арифметику пиано. А у нас была арифметика пиано? Вы как-то что-то рассказывали. Да, ну, в общем, там оказывается, что, что вот в арифметике пиано есть, значит, стандартная модель, натуральные числа. И вот оказывается, что разрешимые множества – это в точности те множества, которые, для которых существует бескванторная формула, бескванторная формула, задающая, ну, как бы, это множество. Разрешимые множества – это в точности… Ну, не совсем так, значит, там не совсем так, там не совсем дискванторная, там допускаются кванторы ограниченные. То есть, там такие кванторы можно для любого X меньше или равного некоторого N. Или там существует Y меньше или равного некоторого T. Но такие кванторы допускаются. Если мы такие кванторы допускаем, ограниченные, то тогда множество, то есть предикаты, определимые предикаты, то есть предикаты, одноместные предикаты, значит, которые определимы бескванторными формулами или бескванторной формулами с такими кванторами, задают в точности разрешимые множества. Вот, собственно… Вот, а если мы добавим туда квантор существования, разрешим добавлять, то это уже будут, значит, перечислимые множества. А если мы разрешим добавлять, вместо квантор существования, добавлять квантор всеобщности, то это будут коперечислимые множества. Вот, а если мы разрешим добавлять еще некоторые кванторы, то там уже будут, значит, более сложные, ну, то есть уже неперечислимые и неразрешимые множества будут. И вообще, как можно, значит, такое устроить иерархию множеств, которые, значит, вот задаются такими формулами первого порядка. Так, ну хорошо, тогда, наверное, все на сегодня. Или вы готовы еще 10 минут посидеть, потому что, надеюсь, мы позже начали. Я могу сказать, как доказывается теорема Клинии. В принципе, я за 10 минут, наверное, успею. Или все, сегодня закончим. Хорошо, значит, ну давайте тогда за 10 минут я расскажу, как доказывается теорема Клинии. Заметим, что у нас, значит, заметим, что, да, введем такое отношение непонятности, что номер N, нейтральное число N и километрное число N только тогда, когда они задают их номера, некоторые главные нумерации задают одну и ту же функцию. Тогда докажем такую лему, что для любой вычисленной функции существует тотальная вычисленная функция, такая, что, значит, S продолжает F как бы по модулю по модулю вот этого отношения. То есть, значит, для любого N получится, что для любого N из области определения F F, значит, F от N эквивалентно S от N, да. Ох, видно. То есть, ну так если мы как бы продолжаем и при слове, что мы равенство заменим вот на такую квадратность. А значит, доказательства. Ну, действительно, давайте возьмем вот такую функцию F от N от X, которая будет равна F от N от X. Она вычислима, да. Значит, существует S, ну, вот, который по главности там, да, существует, которая такая, что, значит, F от S от N от X, да, делает то же, что G от N от X, ну, и который делает, соответственно, то же, что F от N от X, да. Вот, получается, что S у нас тотально вычислима, но при этом это означает, что S от N равно F от N, да. Ну, при условии, что, что N принадлежит области значения функции F. Вот. Хорошо, значит, с этим разобрались. То есть, любую функцию можно продолжить до тотальной, при условии, что, вот, значит, расти мы понимаем, вот, таким вот образом, в смысле, вот, от декабря. Теперь, предположим, противный, да, не существует H, который не имеет неподвижной точки. ну, в смысле, вот, вот, в этом смысле, а это, собственно, и означает, что это неподвижная точка, в смысле, вот, 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 а потому что, потому что вот это и означает, что что N и квалиентно H от N, да. Хорошо, значит, если H не имеет неподвижной точки, то давайте возьмем F от N равное F от N N, да, вот, в этой функции. Значит, заметим, что что F не имеет всюду определенного всюду определенного продолжения отличающегося от F на всех точках на всех точках отличающегося от F на всех точках. Мы это с вами не доказывали, значит, мы доказывали, что у F не существует просто тотальное продолжение, которое совпадает с ним, но там, в общем, можно подредактировать доказательства и прийти к противоречию даже с тем, что если существует тотальное продолжение, которое во всех точках не равно, то там тоже будет противоречие. Давайте это оставим как упражнение, раз у нас нету времени, но это там легко, в общем, это все можно проделать. Что же нам это даст? Значит, давайте возьмем пол полемия секунду, где вы были? Так, подождите, терем клини. по полемии существует F0, который тотально учислим, и для любого N из области определения F, значит, F0 эквивалентно N, но вот в этом смысле. Правильно? И тут мы заставшиеся две минуты придем к противоречию. сейчас, давайте определим T от N как H от F0 от N. Тогда, что у нас получится? Значит, во-первых, заметим, что T тотально вычислила. второе, что мы заметим, это что давайте, значит, что T от N не равно уже в обычном смысле F T Ну, почему так? Потому что если F от N не определено, давайте это написать, чтобы визуально отличалось. Значит, если F от N не определено, то как бы F от N определено и значит, соответственно, очевидно, что равенства нет. Теперь, если F от N определено, тогда что это будет означать? означает, что T от N равно H от F 0 от N вот F 0 у нас раз F N определено, то F 0 от N тоже определено и дает некоторый номер машины Тюринга, которая что-то делает. Но H этот номер сдвигает, причем так, что функция будет делать что-то другое. Поэтому номер тоже будет гарантирован другой. Номер будет гарантирован другой. Ну, а раз он гарантирован другой, то и обычное равенство тоже не выполнится. тоже не выполнится обычное равенство, потому что отношение к линькости все-таки рефлексивно, поэтому если оно не выполняется, равенство тоже не выполняется, естественно. И получили, что мы нашли тотальную функцию, которая анти продолжает F от N, а это невозможно. Все, значит, все, тогда программу мы все-таки закончили, теоремку не доказали, а рихметика пиана в следующий раз вам Лев Дмитриевич начнет рассказывать. Продолжение следует...